После многочисленных слухов и догадок о том, что Банжи собираются либо добавить ещё один новый тёмный подкласс, либо лишить Стражей Старых Сил Света на релизе Королевы Ведьмы, студия объявила, что вместо всего этого они переработают подклассы света и приведут их устройство к системе, в которой работает сейчас Стазис. Та же возможность прокачки подкласса, гибкая настройка и особые навыки. Первым подклассом света, который будет переработан, станет подкласс Пустоты. Реформа подкласса получила название Пустота 3.0 и заработает она уже в игре 22 февраля. Электрические и солнечные подклассы также будут переработаны в течение этого года, но конкретных дат пока что в Банжи не анонсируют. Одно из главных отличий Стазиса от подклассов света заключается в том, что игроки могут выбрать в настройках два аспекта. Которые дополняют подкласс новыми способностями или функциями. Войд 3.0 будет работать аналогичным образом, но игроки смогут выбирать несколько аспектов, меняющих свойства их силы, с той лишь разницей, что в подклассах Пустоты уже есть несколько видов суперов. Так что они кажутся даже более насыщенными с перспективой такой настройки. Еще одной важной особенностью Стазиса, которой нет у способностей света, служит ключевая концепция подкласса, которая кратко бы объясняла игроку, что делает эта стихия. К примеру, у Стазиса это замедление, заморозка и разрушение. Благодаря такой четкой концепции, любой новый игрок сразу понимает, как он может использовать этот подкласс. У подклассов света с этим есть определенные проблемы, которые разработчики будут решать с обновлением света 3.0. Для пустотных подклассов ключевыми терминами выбраны подавление, ослабление и волатильность, то есть летучесть. С выходом пустоты 3.0 эти характеристики станут основными функциями подкласса. Подавление это ослепление и выведение из строя врагов, блокировка, к примеру, использование способностей. Ослабление увеличивает входящий урон по цели и замедляет ее движение, ну а волатильность это эффект взрыва врагов на частицы после смерти. Стражи, использующие пустоту, также наделены особыми свойствами, заигрывающими с материей. Они могут получать овершилд, сверхмощную броню на короткий отрезок времени, или стать невидимыми. Еще есть эффект поглощения. Сейчас им владеют только варлоки, это невероятно сильный баф, повышающий живучесть. И если бы эта фишка попала в распоряжение, например, титанов или охотников, это стало бы большим геймчейнджером. Теперь давайте перейдем к некоторым новым способностям, которые принесет игрокам обновление пустоты 3.0. Начнем с того, что титаны получат новый аспект и способность ближнего боя. Называться он будет Overwatch. Overwatch, игроки смогут создать баррикаду благодаря ему усиленную пустотой, которая повесит на всех стражей, находящихся рядом с ней, дополнительный щит. Команда разработчиков Bungie заявила, что хочет, чтобы страж Титан в пустотном подклассе чувствовал себя защитником на первом фронте атаки. И я думаю, что новый аспект это идеальный способ дать титанам эту возможность. Еще одна новая способность Титана изменит его атаку ближнего боя. Это будет первая дальняя атака ближнего боя для этого подкласса титанов. Титаны смогут бросать во врагов щит пустоты. Причем этот щит будет отскакивать от врага к врагу, а каждое попадание будет вешать на игрока пустотный щит. Раньше такой трюк мог проделать только Титан, активирующий супер. Теперь с этим проще. Пустотные охотники получат альтернативную версию супера. Вместо того, чтобы выпускать до пяти стрел, игроки будут стрелять двумя залпами по три стрелы пустоты, которые сами наводятся на цели и при попадании будут оставлять якоря пустоты. Еще были намеки на то, что у охотника пустотного подкласса появится нечто похожее на шаттердайв стазиса. Но подробности на этот счет пока не озвучили. Поскольку я большую часть времени играю именно на пустотном охотнике, я крайне заинтригован. Другой будущий аспект охотника называется стильный исполнитель. Сфокусирован на невидимости. Убийство ослабленной или подавленной цели даст игрокам невидимость и истинное зрение, как сейчас в средней ветке из положения присев. Ну и чуваки с обложки. Варлоки. Они получат в пустоте 3.0 новую способность ближнего боя, а также новый интересный аспект. В качестве способности ближнего боя варлоки смогут запускать нестабильный шар воидовой энергии, который детонирует при приближении к врагам, отталкивает их и взрывает. Короче, такая карманная гравитационная копьё. Звучит интересно. Из аспектов варлоки получат баф Дитя Богов. Пафосное название. Это баф к расколу. Когда варлоки активируют раскол с этим аспектом, они также кастуют разумную черную дыру, что-то вроде этого. Эта черная дыра атакует врагов, высасывает их энергию и ослабляет их, возвращая их силы обратно игроку, видя энергии для ближнего боя или для гранат. Так что это прям то, что нужно будет использовать при очередных забегах в соло-миссиях, например, да? Этот аспект напоминает мне турель стазис варлока, только, на мой взгляд, ещё более полезную, уж в ПВЕ-то точно. Так или иначе, это всё, что Банжи рассказала нам на данный момент, но далеко не всё, что ждёт нас в настройках подкласса пустоты 3.0. Напоминаю, все эти изменения появятся в игре вместе с запуском Королевы Ведьмы для всех игроков 22 февраля 2022 года. Пишите, что думаете об этих нововведениях, как долго будут их балансить на этот раз, стазису на это понадобилось год, и про какой подкласс хотите узнать подробности поскорее? Думаю, что буду делать видео с разбором классов, когда они выйдут в игре. Спасибо за просмотр, спасибо этим ребятам за спонсорскую подписку, без вас я никуда. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»